Вы знаете, а что с кризисом бороться? Бороться надо всегда с собой, потому что кто устроил кризис, если как не мы, да? Ну как бороться? Во-первых, работать надо больше, воровать меньше, потому что у нас это дело как-то распространилось и стало такой заразной болезнью. Мы много слышали там чума какая-то бубонная, северные там какие-то язвы и прочего. Но воровство это надо, это вот чума нашего века, и мы здесь, думаю, таки не на последнем месте. Я-то вообще убежден, что экономика, знаю, что со мной многие не согласятся, но экономика, вот как раз право накормить народ, а потом его воспитывать, я думаю, все-таки нет. Конечно, голодному что-то внушать, будь там честным, порядочным, трудно, но вся экономика, от нее начатый кризис, мы говорим про ведь не духовный кризис, а в основном сейчас об экономическом, да? Любое явление, оно бывает нравственным или безнравственным. Вот у нас это дело-то безнравственное. И пока мы не воспитаем нового человека, который будет по-другому смотреть на государство, на народ, на правительство, на себя, на свои обязанности, на экономику, будет во всем этом разбираться, тогда что-то такое наладится. А когда мы поднимаем одну экономику, то безнравственные, так сказать, и руководители, и олигархи, и кто угодно, вот эта жизнь по формуле, ну пусть он наворует, потом угомонится, она неправильна, потому что, во-первых, никогда не угомонится, это такой соблазн великий. Опять же, он безнравственный, поэтому, чего от него ожидать, от этого человека-то? Вот, так что начинать, если мы говорим, как бороться, я думаю, все-таки в первую очередь, помимо каких-то экономических санкций внутри страны, вот здесь не паркуйся, не езди с такой-то скоростью, скажем, не плюй, все это все тоже необходимо. Но первое дело, нужно, так сказать, нужен подъем культурный, литература, кинематограф, музыка, все виды искусства. Мы должны воспитывать человека, вот эту его мораль, нравственность, тогда что-то изменится и в экономике. Вот это принципиальный мой взгляд. Продолжение следует...